Залина Булацова, мне 53 года. В 2012 году, даже в начале, конец 2011 года, мне поставили диагноз — рак молочной железы. Ну, не буду вдаваться в подробности, потому что вы понимаете, за весь этот период, за все эти годы, что я прожила, это, не дай Бог, врагу не пожелаю никогда. Да. Прошла химия, прошла лучевые, прооперировали. Спустя полгода мне сделали вторую операцию. И с самого начала консилиум мне вынес приговор, что во Владикавказе, что в Ростове, что мне осталось жить полтора, максимум два месяца. То же самое подтвердили ростовчане. Я просто на них посмотрела и сказала, что ничего подобного, я буду жить. У меня дети, и мне некогда думать о глупостях. Я буду жить ради всех детей. Ну, вы же понимаете, что одних этих слов недостаточно. Само собой, внутри был страх. И как бы мы ни старались скрывать, внутро всё равно передаёт и даёт о себе сбой в организме, ещё дополнительно плюс ко всем минусам, что происходило с организмом. Вот с тех пор я принимала. Вы же понимаете, как у нас составляют препараты? То они есть, то они нету. Звоните в Минздрав. Были такие случаи, что я могла по полгода не принимать. Ни таблетки, ни капать не могла, потому что недоступны были препараты, дорогостоящие, к сожалению, которые я себе не могла позволить. Ну, прошла я этот этап. И вот буквально 8 месяцев назад я чувствовала какие-то изменения в черепе, в костях, в беспокойной боли. Я пошла к нам в центр, и мне сказали, что у меня огромная опухоль в головном мозге. Я не поверила этому, я тут же собрала вещи и улетела в Ростов. И обследовав там, на МРТ, они мне сказали, что... И были, кстати, в таком шоке, что у меня такое ускорение, распространение метастаз по всем костям. Тут я, конечно, впала в панику, не буду скрывать, насколько я была позитивная все эти годы. Я держалась. Я даже пыталась от детей-то какое-то время скрывать. Дети, живя со мной, они не знали, что у меня онкология. Но тут я как-то... Была ужасная депрессия. Страх того, что я стану беспомощной. Ни смерти. Представляла, как у меня разрушаются все кости в организме, что я не смогу не стоять ничего, и в то же время я буду жить. Я уже думала, что с собой сделать, что предпринять, чтобы этого не случилось. На моё счастье, мне одна знакомая сделала подарок. Сделала подарок, бутылочку вот этой воды. Поставила меня практически перед фактом. Она говорит, я хочу сделать тебе подарок. Но когда я поняла, сколько на стоять, я говорю, я не могу такой подарок принять. В любом случае, вы меня два дня знаете, я не могу принять этот подарок. Она говорит, нет, я хочу это сделать. И она мне рассказала про этот элев. И я тут же, вот сказать вот откровенно, тупо, вот просто, безысходности, я стала заказать препараты и стала их принимать. Я думаю, хуже уже не будет. Диагноз поставили 8 месяцев назад. Спустя месяц я стала принимать полный комплекс элев, и акселлер, и воду. Я полностью стала принимать одновременно всё вот это. И через два месяца, когда я поехала на обследование, я уже с Ростова забрала свои документы, поехала в Обнинск, потому что сказали, Обнинск — один из самых сильнейших центров, который точечно может уничтожать раковые клетки именно по костям. И я, когда спустя два месяца поехала, ну, приёма два месяца, вот элев и всего комплекса, вы не поверите, очень-очень грамотная девушка-врач, она посмотрела и сказала, я не могу понять, что происходит. И я на неё смотрю, молчу, ничего не сказала, принимаю я что-то, не принимаю, я не озвучила это вообще. И она мне говорит, что с костями что-то происходит, вроде уплотнения, но за такое короткое время, говорит, невозможно, чтобы уплотнение было в костях. Она при мне звонила профессору, там, в Обнинском центре профессора, ей консультировалась. Она говорит, такое может происходить или нет? И она говорит, я очень сомневаюсь, это, наверное, на миллион один случай такое может быть. Но за такое короткое время, три месяца, они сами были удивлены. Потом она мне говорит, по крайней мере, ухудшений нет, я вас пугать не буду. Давайте через месяц продолжайте то же самое лечение, через месяц-три приедете, и мы на том же аппарате проведём исследование и посмотрим, что получается. Тогда, говорит, я вам уже точно скажу. Я приехала домой, продолжала пить эти препараты, клеточное питание, а препараты у меня были не всегда. Моя химиотерапия я бы не получала в эти три месяца. Я вам скажу, мне надо было капать каждый месяц химию, я за эти три месяца только один раз прокапывалась, потому что не было препаратов. А питание клеточное я ни одного дня не пропускала. Ни одного. Я понимала по своём состоянию, что я себя лучше чувствую. И когда я поехала через три месяца, и она мне говорит, вы знаете, у вас уплотнение костей идёт, я не могу понять, что происходит. Уплотнились реально кости, она уже убедительно это сказала. У меня пропали лимфы, которые были на грудной клетке воспалённые, хотя все внутренние органы у меня абсолютно здоровые. Но вот эти лимфы, они довели на какое-то нервное окончание, у меня был ужасный кашель. И на моё счастье, ещё вот эта пандемия, что я даже на улицу не могла выйти. Вы представляете, вот подушающий кашель, ты ни воды не можешь не выпить, ничего. Все паникуют рядом стоящие, и ты не можешь не объяснить ничего. По сегодняшний день я уже принимаю 8 месяцев. Я даже боюсь гладить. Я себя чувствую великолепно. Вот на 18 числа я еду на очередное обследование, и я тогда уже документально вам предоставлю доказательства того, что со мной происходит. И когда врачи меня видят, которые мне ставили диагноз, и приговор полтора месяца, два месяца, я приезжаю к ней туда на обследование, и говорит, Залина, ты жива ещё? Я говорю, конечно, жива, и буду жить. Жила и буду жить. Я, когда мне уже врач сказал, что у меня реально уплотняются кости, вот тогда я раскрыла свои карты. Я показала на телефоне фотографию нашего клеточного питания. И вы понимаете, она говорит, принимай, не отклоняй это, принимай, вот тебе помогает. Я результат вижу. Я сама была удивлена, с чего такой результат за такое короткое время. А с костями, поверьте, мне это очень тяжело, добиться такого результата. И я благодарна Богу, я благодарна, что человечек, который мне поставил, меня перед фактом, подарил мне вот эту воду, и я попала вот в команду, в нашу, практически как семья моя. Я благодарю Бога, что я сегодня жива-здорова. Мне 53 года, у меня четверо детей, и шесть внуков. И я ещё намерена жить хотя бы до 80 лет точно. И я буду бороться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.